отлично всех приветствую поздравляю с прошедшим новым годом надеюсь полную силе и здравии ну и как раз лучшее время и подводить итоги и делать планы на следующий год прошу приношу извинения за то что я изменил не первый раз уже свою тему вначале она звучала как планы и действия прежде всего нашей электронно-библиотечной системы ну ну и вообще системы образования книжного рынка но я думаю в таких прогнозах как раз нет большого интереса если просто вам сказать что что я считаю изменится и как она будет интереснее когда эти вот прогнозы по относительно наших конкретностей будут сделаны на основе более глубокого анализа того что происходит с культурой с нашим обществом так что постараюсь вот вещи практически вынести в конец нашего сегодняшнего разговора ну а основное содержание я понял интереснее посвятить вообще социально-философскому взгляду на то что происходит и как конечно сейчас время как раз всяких пророков и все кричат о смене эпох передели планеты и так далее так далее вот но это так стать не в нашей серии серии мы постараемся под эти изменения подвести какую-то социальную философскую базу поразмышлять о социально-культурной динамике исходя из точки зрения что не личности делают какие-то случайные события делают историю а это такие фундаментальные изменения которые вот подготавливаются и происходит где-то в глубине а мы там видим только то что вырывается по потоке пламени которые вырываются следе свете таких глубоких процессов где-то там в основании причин это этот подход у нас называется социальная динамика социально-культурный анализ и здесь я вас в основном сегодня познакомлю с одним из выдающихся представителей русским философом александром ахиезером и постараюсь на этом фоне и свои прокомментировать воззрение ну а собственно на самом деле этот вот наш вебинар я посвящаю своей вышедшей книге информационной ландшафт цифровой цивилизации которую я уже презентовал в виде анонса когда она еще практически не вышла но теперь она вышла так что все кому будут интересны можете с ней познакомиться приобрести и работать и сегодня я но основной комплекс идеи я уже изложил сегодня как раз говорить о том что не изложено в этой книге не вошло в нее именно вот актуальной ситуации которые в целом не рассматривались в этой книге в ней тоже шеветь шла таких более фундаментальных что ли основах нашей цифровой цивилизации то что происходит с информационными ландшафтами хотя я бы скажу что вот эти вот наши социокультурные ландшафт изменения в геополитике и так далее это тоже одно из проявлений во всяком случае стоит той же череде в одном списке вместе с информационными изменениями информационных ландшафтах которые свою очередь являются проявлением таких социальных важнейших социальных процессов вот ну и собственно вот как кратенько буквально о чем говорится в этой книге отри таких столпа три теории до и начиная с коммуникативной теорий и рассмотрена коммуникация как она происходит и исходя прежде всего из того что природа коммуникативной коммуникации и, соответственно, коммуникативной теории, интенциональной, то есть коммуникация всегда к кому-то обращена, всегда имеет вектор. Второй такой пласт, столб, это сетевая теория, и в отличие от интенциональной приводы, у нее дистрибутивная, то есть сеть, она всегда говорит о том, как распределяется коммуникация в обществе. Вот, и завершает вот это три методологические подхода, раздела цифровой медиалогии и тезис о том, что природа цифрового медиума имитационная, благодаря нему создается расширенная реальность, которая переплетается все и все, и, конечно, вот те первые две коммуникации и сетевое распределение получают совершенно новое исполнение. И вот, в частности, одна из целей и задачи этой книги, как скрестить социальную теорию и цифровую эпоху. То есть, как цифровая эпоха повлияла на то, как структурируется, строится общество. Вот, и здесь за основу взят Никлас Луман, я думаю, такое вот применение его социологии к началам социальной информатики, так скажу, будет многим интересно. Ну и в целом, много выводов, которые делаются из этого, и в частности, относительно социальной структуры современного общества, как бы эпохи после марксизма. Если основные доминанты у нас задавались марксистской теорией о классах, то есть мы воспринимали общество прежде всего как классовое общество, то, наверное, уже пришел пункт, когда это все расстроилось и исчезло, и мы вот в рамках цифрового общества можем смело говорить и привлекать социальную теорию как теорию структурации, основываясь на социологии Гидденса. С таким примерно тезисом, что новые социальные формы образуются в обществе многовекторно достаточно спонтанно, как некое такое человеческое броуновское движение. Вот эта теория структурации Гидденса, мне кажется, наиболее адекватна современному состоянию, ну и я в данном случае нахожу ее различные применения. Вот это вот относительно методологических основ. к этому стоит сказать, что в книге рассматривается три уровня, достаточно различных, в которых совершенно разные применяются эти методологические принципы. Ну, прежде всего, микроуровень, здесь речь идет о теории социальных сетей, теориях коммуникации, как вообще возникала коммуникация, источники исходной как бы клеточки социальной коммуникации. Второй это мезоуровень, ну, по сути, как строится общество и коммуникация в нем, да, на среднем уровне берется за основу теории лингвистического синтеза и основные ее представители. И здесь речь идет о том, как уже на фоне базовой коммуникации, язык и сигнальные коммуникативные системы создают культуру, уже создают тот мир, с которым мы имеем дело. Ну, и, наконец, макроуровень, и он уже обращен к актуальному состоянию нашей планеты с теорией глобального общества, как человечество посредством цифрового медиума своей коммуникации переплетается и как возникает вот это самое глобальное общество. Это то, о чем говорится в книге. Собственно, сегодня я бы хотел поговорить о том, какие вопросы остались открытыми, то есть продолжить немножко и уже более практическую, актуальную плоскость перевести в разговор. И эти вопросы прежде всего такие. Могут ли быть войны в эпоху глобализации? потому что нам казалось в какой-то момент, что все прошло, но нет. Как происходят глобальные ценностные расколы, о которых как раз в книге достаточно много написано, но не о том, как это происходит в актуальной реальности. Вызов России. Если есть глобализация, можно ли отколоть большой кусок, не расколов целое? Ну, а России тоже там очень мало, и, собственно, мы бы попробовали применить как раз некоторые тезисы в отношении нашего окружения. Ну, и вообще, наконец, какими могут быть конфликты, войны и расколы в цифровую эпоху? Все это вопрос очень интересный, и, самое главное, действительно, касается непосредственно нашего нынешнего года, потому что в прошлом году ожидались большие катаклизмы и изменения, на самом деле все как бы осталось примерно так же, к удивлению многих, но те же многие нам обещают, что как раз в 23-м году все вот эти глобальные изменения и конфликт скажутся, и как раз это будет самый тяжелый кризисный год. И вот о кризисах и особенных кризисах России я бы хотел обратиться к одному из классиков этого вопроса, к сожалению, недостаточно оцененного в нашей стране, а по сути речь идет о одном из замечательнейших умов современности Александра Самойловича Ахиезера. Это российский ученый, социолог, культуролог, который в 91-м году как раз после перестройки и на границе новой эпохи издал свою фундаментальную работу России критико-исторического опыта, который он писал еще в советское время, обобщая весь путь России и находя здесь очень интересные закономерности. И основная его заслуга, я считаю, первое, что он разработал концепцию социально-культурной эволюции России, некую парадигму внутренних импульсов ее исторического движения, которая, на удивление, точно и глубоко описывает то, что с нами происходило и происходит. И особенно сегодня она очень интересна. Методологическая основа Ахиезера это концепция социального выбора, ответный вопрос, почему одну эпоху сменяет другая, каков смысл этой смены, вопрос очень интересный. Ну и тезис о повторяющихся исторических циклах, по которым развивается Россия вновь и вновь и этот цикл представляет некую модель от хаоса вечевой стихии к жестокому авторитаризму. разберем вот это основные тезисы концепции. В плане таком философском не настолько прямо оригинальная концепция, но она действительно хорошо смыкает исторические данные с методологическим подходом. и вот этот вот подход несколько его тезисов. Первый то, что вектор социально-культурной эволюции в любом обществе заключается в построении все более сложного общества. Это понятие сложное общество это постоянная социальная проблема. Второе то, что модернизация происходит на основе преодоления традиций. Это главный нерв эволюции традиций модернизации. Традиция это существующий уклад жизни. Это основа. И инновации они всегда болезненные. Это всегда конфликт между разными воззрениями, разными социальными группами. Инновации возникают от необходимости невозможности существовать по-старому. Третье тоже интересное то, что эволюция не поступательна. это недвижение вперед и вверх. Часто если не удается найти синтез новых сил со старыми происходит регресс и возвращение. Что собственно постоянно происходит в России. Но импульсы российской цивилизации определяются не только внутренней эволюции России, но и реакции на более могущественные историко-культурные силы и вызовы в мировом окружении. Это вызывает смещение внутреннего фокуса вот проблемы того, что не получается делать все гармонично. И основной это исторический конфликт между традиционным обществом и современностью. Ахиезер называет это две супер цивилизации. Почему нам интересен Ахиезер? основные черты его доктрины в отношении России. Во-первых, он дал объяснение основному рисунку российского исторического движения как постоянного маятника качания из крайности в крайность. Потребность движения вперед сопровождается историческими рывками, которые не формируют консенсусную базу инноваций, а всегда готовят некие условия для обратного удара консервативных сил. И вот эти рывки проходят одни и те же стадии и образуют циклы. То самое движение качелями, которые по сути дела однотипные. Соответственно особенность российской истории это постоянный социальный раскол, которым социальные группы предверженные или традиции или инновациям постоянно борются, берут друг на другом вверх насилием, никогда не одерживая окончательную победу и не формируя прямой вектор социального развития. Вот в этом причина все время катастрофального такого столкновения этих сил. И вместо социальной гармонии движущие начало российской истории составляет с одной стороны воля и хаос такой архаический создаваемый ей или другое начало власти и соответственно автократии тирании вот которые сменяют друг друга которые как только доходят до крайности в своем исполнении приводя общество то к гражданской войне то к тирании своих исторических цифрах. и вот вот это основные какие-то черты нашей социокультурной динамики и вот в момент когда нам был непонятен смысл источник следующего витка Ахиезер уже его предсказал это было 30 лет назад вот тогда казалось что все вот эти циклы закончились мы осознали свое историческое развитие пришли к правильному обществу в правильном демократическом русле и будем теперь это строить вот но согласно его концепции после демократического этапа должен следовать автократический этап отгораживающий закрывающий общество будет следовать разочарование от встречи с западом и так все примерно и получилось нам интересны будут несколько таких важных социальных понятий его социально-эволюционной концепции которые вносят нечто новое в социальную науку вот и тут важно вот эти понять природу переходов из одного состояния вектора движения в другое ключевые поворотные точки изменений в обществе по Ахиезию наступают тогда когда в ответ на количественный и структурный рост общество вынуждено принимать управленческие решения решения об ином пути вот когда не работают старые технологии механизмы и нужно искать что-то новое эти изменения становятся неизбежны вследствие остроты новых проблем и поиска решений и как правило вызываются конфликтами либо ослаблением страны поражением войне голод бунты на таких краеугольных точках такое решение в общем-то принимают элиты но и в этом тоже особенность подхода культурологического подхода Ахиезера это не решение элит каких-то отдельных личностей царей это умонастроение общества это вот такой перепад переход общества от одного убеждения умонастроения другом и вот собственно здесь и происходит такое глобальное социальное изменение и вот эти в этих изменениях очень важно механика как как ее определяет здесь несколько важнейших ключевых понятий первое инверсия ну вы знаете инверсия это переход от одного от одной позиции к другой и обратной то есть выбор альтернативного противоположного пути происходит это когда формируется так очень ясно окончательно оппозиция добра и зла условной правды и тогда вот осуществляется однозначный переход от одного к другому то есть к некому новому убеждению что правда вот в этом и как правило это просто старое некое решение это то что один и ноль добро и зло то что однозначно и окончательно вот противоположность этому существует осмысление ситуации переход в понятие интерпретация когда не просто выбор того что есть из двух величин а когда происходит некая рефлексия ситуации поиск промежуточных решений вот и собственно тут переход к другому еще одному очень важному понятию ахиезера медиация это как раз процесс формирования консенсусного промежуточного решения не вот выбора из имеющихся один и ноль да а поиск каких-то вот мер тонкостей граней то есть не выбор крайности и вот этот поиск меры он и содержит в себе включение социальной инновации он очень важен для социальной эволюции чтобы она шла вперед через поиск меры и для облегчения вот этого поиска существуют медиаторы то есть институты и классы общества силы заинтересованы и способны в поиске таких срединных компромиссных решений и вот существование таких институтов и социальных групп очень важно чтобы не происходили столкновения старых сил а возникали инновации возникали новые силы и по сути дела когда мы говорим о социальной эволюции то есть постоянном социальном изменении это вот продукт медиаторов вот ключевые понятия ахиезера и он в своих трех томах проследил на всех циклах столкновения и механизмы работы медиаторов и все эти вот инверсионные циклы вот но особенно это ярко проанализировано как модель в первом томе в его исследовании средневековых отношений средневековой ситуации там как раз и зарождались основные культурные доминанты формировался культурный фундамент российской цивилизации мы на нем остановимся но тем не менее немножко подробнее как происходит вот это вот движение от чего отталкивается к чему движется ну во первых все всегда исходит из традиции как фундамента и ткани общественных отношений и практик и собственно вот эта традиция она воспроизводит общество в том же самом виде ориентированное на это двигателем и источником изменения является усложнение общества и вследствие количественных изменений общество начинается рассыпаться хаотизироваться заставляя власть менять по практике управления вот эти вот изменения и проблемы воспринимаются как дискомфорт побуждая к инновации как раз та ситуация когда низы не могут жить по старому верхи не могут править по старому вот революция или конфликт является крайне острой формой таких переходов инноваций реформы это как раз медиационная форма вот основа традиции тут тоже важно по Ахиезеру это некий порядок общежития это вот исходный племенной порядок некое архаическое начало откуда черпает всегда силы именно общественный консенсус и инновационная форма это вечевая форма правления в частности в средневековой России вот по сути дела это база такая коммуникативная форма общества на основе консенсуса локальных сообществ и к нему в общем когда все разрушается и возвращается такая базовая точка отсчета но и ей противостоит противоположность форма авторитарного лидера она тоже коренится в глубинах культуры это как некая проекция главы рода отца семейства в языческом обществе вождь выступает как символ тотема племени олицетворяет собой племя и автократизм особенно в ситуации когда общественный консенсус невозможен ведет только к анархическому хаосу автократизм отца выступает как эффективная форма реализации власти противоположность консенсусу ключевой здесь пункт возникновения государства это важнейший институциональный переход и собственно с ним впервые сталкивается средневековое общество а в дальнейшем возникновение государства служит исходной ячейкой для каждого цикла и у ахиезера три как бы начала государственности три раза запускается российское государство медиатором между этими двумя началами служит прослойка элит как правило ну вот в средневековом обществе это бояре аристократия сопрягающие эти два уровня и служащие как раз для того чтобы они сосуществовали вместе в общем очень большая плодотворная работа у этого среднего уровня но вот он как раз в российской истории эта прослойка как правило была слишком слаба это касалось элит в средневековом обществе это можно перенести ситуации с средним классом там в современном обществе вот в общем эта прослойка всегда очень плохо выполняет свою функцию посредничества благодаря этому все приходит всегда в какие-то крайности ну и вот в 17 веке мы имеем один из самых ярких проявлений таких вот крайностей качания и проявлений цикла который можно например отталкиваться здесь от кризиса вечевого общинного новгородского порядка в 16 веке и завоевания новгорода иваном грозным который имел свою подоплеку с одной стороны расцвет вечевых обычай новгорода которым он гордился и все вроде работало но пришел момент когда эти вот вечевые обычаи проявили неспособность консолидации и строительство общества в итоге было самовласть и купечество многочисленные бунты то есть неспособность управлять в таком формате отказ общества от этого формата соответственно параллельное движение возникновения института царя приход центральной и наличной власти в России в лице Ивана Грозного вот это своего и есть своего рода инверсии полный отказ от одной противоположности к другому отказ от общинного самоуправления в сторону такой крайне неограниченной и единоличной власти вот но и теперь уже на этом принципе чрезмерный рост автократизма в эпоху Ивана Грозного привел опять к такой неспособности общественного управления экономии общества разобщенности локальных сообществ и вот к концу правления Грозного Москва стала объектом и разграбления внешних сил крымских татар внутреннего распада в общем тоже недееспособность вот этого одного начала развернутого в своем пределе вот этот вот кризис автократизма в начале 17 века пришел привел к полному разрушению государства в период смуты то есть само понятие царя было подорвано царь ложный то есть общество обратилось снова к противоположности инверсионной к анархии к хаосу и очень быстро тем не менее разрушение государства и самоуправства местных общин тоже было осознанно как кризис сложный путь опять побудило искать идеала автократии вот такие качели которые с разным историческим разгоном с разной глубиной остроты конфликта в общем оно сопровождает всю историю российской цивилизации и Ахиезер здесь выделяет три цикла российской истории московский петербургский советский где меняются как бы идеологемы что мы понимаем под стариной а что мы понимаем под новым но постоянно и внутри каждого из этого цикла вот эти инверсионные движения то к одному и другому но и всегда вывод из этого некий раскол самопонимание наш внутренний раскол восток запад социализм капитализм мы и они всегда какая-то внутренняя вражда в общем Россия это расколотая цивилизация и проблема модернизационный транзит который она не может перейти не может спокойно перейти на следующий этап социальной эволюции основная проблема и заключена в оппозиции либеральной и традиционной цивилизации если не удается совершить переход то страна оказывается застрявшей меж времен постоянно пытаясь переосмыслить свой выбор сделать правильный вернуться исправить вот такой вот неполноценный переход и приводит к ситуации когда страна словно застревает в таком промежуточном состоянии и не способна ни перейти к новой ситуации ни двинуться назад вот цитата специфика исторического пути России привела к расколу чудовищному внутреннему напряжению разрядка которого могла иметь катастрофические последствия не только для России но и для человечества отсюда возникает особая задача науки она из перехода между обоими цивилизациями способов избежать на этом пути катастроф учитывая что в современном мире они могут разрастись из локальных в мировые сегодня опасности возникающие на переходе между суперцивилизациями являются одновременно опасностями для человечества потенциальным источником мирового конфликта расколотая страна попавшая в положение застрявшей может стать похожей на атомную бомбу ну что ж на мой взгляд более чем современное такое замечание показывает и проблема внутренней России и вообще проблема для человечества в общем Россия это особый случай где вот это взаимное отрицание традиционализма и либерализма не может найти разрешение причем традиционной цивилизации имеет здесь основу она всегда сильнее но либеральная вновь и вновь поднимает голову идет к новому столкновению и все возвращается обратно в принципе вот этот вот столкновение на пути к модернизационному транзиту любая страна проходит точно так же но европейские страны производили этот переход постепенно и со сильными медиационными институтами в России же это всегда происходило в парадигме догоняющей цивилизации когда стремятся нагнать отставание и перегнать сразу нагнать и перегнать разом инверсионным скачком всегда кажется что мы можем там на шаг впереди оказаться вот ну а причина в отсутствии и несформированности институтов медиации то есть баланс сословий механизмов консенсуса недостатки горизонтальных связей слабость развития среднего класса но все срединные элементы оказываются недоработанными и отсюда диагноз диагноз саморазрушения вот как его формирует ахиезер в циклах российской истории можно выявить повторение четырех последовательных этапов утверждение центральной власти в борьбе против децентрализации кризис власти и отступление под напором частно собственничьих сил дальше упадок центральной власти и наконец социальная катастрофа связанная со вторжением иноземцев или крестьянскими восстаниями и любой вариант решения медиационной проблемы в условиях раскола неизбежно саморазрушался промежуточное положение пища ахиезе стало перманентной трагедией жизнь уходила из любого идеала ставшего господствующим как только побеждает какая-то концепция вот эти внутренние силы начинают ее разъедать в конце концов все возвращается на круги своя и возникает удивительный компромисс пишет ахиезе между двумя исключающими друг друга началами разрушительные воли и удушающие сферы централизации они всегда сосуществуют рядом в нашем культурном сознании налицо делает он вывод социокультурная патология которая требует диагноза и лечения ну в общем такой неутешительный вывод и как мы видим до выхода пока наша цивилизация не нашла тем не менее вот эти выводы были сделаны еще на основе того века за прошедшие 30 лет произошло очень много и в том числе вопросы к этой концепции ахиезер предложил глубокий социокультурный анализ и выписал диагноз расколотое общество да какие все-таки замечания вызывает сегодня эта концепция ну во-первых автор отталкивается от дихотомии традиционной современной общества и делает общественное развитие продуктом двух сил либералов и консерваторов в общем это очень знакомая схема здесь он совершенно в общем-то не новый и анализ получается весьма схематический вот примерно в концепции открытого закрытого общества Карла Поппера открываемся закрываемся открываемся закрываемся дальше самобытность России по Ахиезеру в том что она постоянно качается из крайности в крайность не находя покоя основополагающий конфликт никогда не находит разрешения то есть всегда немного не хватает чего-то не хватает ну вот какая-то такая неубедительность тоже в этом таком бестолковом качании причина этого по Ахиезеру в том что развитие в России имеет инверсионный характер то есть поиск идет от отвержения одной альтернативы в другой а непосредством медианного опосредования поиска компромиссных решений то есть середина никогда не становилась силой средний класс не становился опорой ну то есть некая такая тупость да вот нет чтобы серединку найти там хорошую да обязательно там снова возвращаться к тому же что уже прошли на те же грабли в общем какая-то недоразвитость для российской цивилизации отводится и ну вот такое отсутствие на мой взгляд не хватает объясняющей силы концепции а почему так происходит ну вот что туповаты и почему все недоразвит это 20 21 веке в общем очевидно конечно что у этой концепции есть и слабости и в общем-то я хотел немножко в чем-то продолжить вот этот социо-культурный анализ в своем критическом дополнении и в частности добавить что прибавляет к этому цифровая эпоха потому что это все-таки совершенно новые реальности ну и вот эта вот критика я бы собрал нескольких пунктах и противопоставил кое-что ну во-первых крайности трактуются автором как историко бытовые давности возвращения к старине то есть такие немножко бессодержательные обрядово бытовые бытовая окраска какая-то у них у этой вот у этих возвращений второе не очень понятен источник самобытности стремления отъединиться от мира что воспроизводится каждый раз когда страна отказывается от одной альтернативы в пользу другой какой идеал она хочет воплотить все-таки это вот должно присутствовать и это надо понимать это непростые такие-то бестолковые отказы третье и здесь наверное аккумулируется вот недостаточность концепции автор не апеллирует или мало апеллирует к религиозной специфике культуры и не очень на мой взгляд понимает ее движущие источники дальше это самостоятельно и тоже существенно автор не вовлекает в исследование социально-психологические факторы в частности национальный характер не включает этнокультурное многообразие России мало учитывает климатические условия наконец философию народа вот всего этого в его схематизме как-то я вот не очень видел ну и автор не затрагивает планетарные измерения окружения развивающиеся страны там не сравнивать с них там Китай только присутствует динамики и подходы в иных культурных средах то есть исследование остается не только схематичным но и евроцентричным и там вот этих вот красок специфики при том что в целом как раз работа специфики посвящена оказывается недостаточно я бы хотел вот несколько таких ключевых упущений и объяснительных моментов как раз на них и остановиться ну первое про автократизм царя и вот это все истоки автократизма Ахиезер видит в изначальном представлении о племенном языческом татеме вождь князь это символ единства племени да это вот мы с этим согласимся но в то же время очевидно что корни мировоззренческого гиберонации лежат глубже и они лежат в православии культурном коде православия и вот именно православный царь получил восточно-византийской культуры особый статус статус если не первосвященника если не главы церкви то опоры церкви и этот исключительный статус он объясняет на самом деле очень много и царь богословия и народном представлении если мы обратимся ассоциируется с тонцем отцом народа представителем божественной власти на земле это сакрализованное религиозное значение и оно значительно глубже языческого понятия тотема или каких-то там аналогов в других культурах и вообще самодержавие автократия это исключительно русское явление практически нигде в других культурах это понятие до этого понятия статус верховной власти не доходил например отошлю вам концепции Тихомирова соответственно для русской культуры царе воплощена не только полнота власти но и сконцентрирован ее энергетический потенциал который не соизмерим с любыми земными факторами в исторических испытаниях или в своих надеждах вера всегда устремлена в царя и автократер носитель этой веры вот только византийский концепт может пониматься как источник вот такой социальной силы и объяснение а почему все время приходит к тирании к автократеру вот потому другая другой такой же вот культурный код заключен православной эсхатологии и раскол этой природы человека в православном богословии раскол в обществе и истории это отражение поляризации в сознании и для русского сознания оппозиция которая там у всех существует истинная ложь она сакрально усиливается в эсхатологической дихотомите правда кривда вера и алкания правды вот последняя предельная опора и жажда для народа которая не терпит компромиссов рядом с правдой перед окнем правды гаснет любая мера оттенки тонкости вот это одно из причин вот этого раскола и вот эта вот полярность имеет отражение и морально психологическом отражении дихотомии святой и грешник православном эсхатологизме святости и греха вот здесь тоже абсолютной полярности святой он стоит в правде он в какой-то мере недоступен для обычного человека обычный человек стоит в грехе и вот эта вот полярность ты никакими социальными экспериментами эволюциями не заглушишь отсюда ключевое расхождение с западнохристианским воззрением отношений к правам человека восточно-православном представлении у человека не может быть прав он субстанциально грешен и это его природа может быть только преображена в святости в очищении в Боге отсюда преображение вот это культурный код перехода из греха в святость от тьмы к свет и вот этот вот иллюстрация этого преображения легко можно найти в романах Достоевского от преступления к некому преображению через раскаяние искупления в неком совершенно ином полюсе и соответственно православный мир засидерзания в отличие от католического поэтому не может сойтись с либеральным представлением человека в принципе ни под каким соусом вот это на мой взгляд источник непримиримого конфликта с западом и если вы помните существовало в 2000-х годах православные социальные доктрины принятые церкви а потом также концепция отношения к правам человека где черным по белому даже вот в условиях уже нашего либерального общества все-таки в церкви было тоже сформулировано вот это принципиальное нисхождение несогласия с концепцией прав человека соответственно с западнохристианской концепции верховенства и божественности личности вот это второй такой важный источник почему не получается почему не сходятся модели ну и несколько в другой стороне евразийных евразийский замес россии ахиезер вот почти никогда не апеллирует к евразийской концепции россии к евразийцам а это все-таки важнейшее объяснение социокультурной динамики россия выбрала в себя множество народов и культур среди которых например сильный угрофинский компонент со своей культурной моделью мощный тюркский среднеазиатский исламский культурный фактор все это конечно вошло тоже в русский характер так скажем и россия всегда воспринимала свою миссию светить всем вовлекать и удовлетворять окружающие народы которые вошли в ее экосистему экосистему русской империи и прежде всего это кто средняя азия кавказ ну и только частично восточная европа вот без евразийскости россию конечно не понять но ахезер также не входит в него это расчет и социально-психологический тип народа о нем очень хорошо писал николай трубецкой наш евразиец об особенностях тюркского социально-психологического типа и он говорил что этот тип очень специфичный он не предрасположен вот как в нашем западном представлении к творчеству к рефлексии но отличается такой суровостью исполнительностью верностью такой практической хваткой прагматизмом вот это надо иметь ввиду когда мы говорим о национальном характере потому что мы это очень хорошо видим и в русском обобщенном характере ахезер принимает либерализм ну вот как есть так сказать из книжек так можно сказать это переход персонализации самостоятельности личности такой буржуазной предприимчивости личной ответственности ну в таком неком идеальном формате вот русский народ исходя вот из своего типажа напротив склонен к терпению верности вот этим евразийским чертам да он терпит до последнего потом вскипает потом начинается бунт это особенность национального характера ну и еще на мой взгляд важно учитывать что православный мир ощущения и культурное православие россиян оно очень ритуализировано и сакрализовано в отличие от западного христианства особенно имеем ввиду протестантизм религиозное чувство русского человека питает метическое исследование реализации веры в жизни а совсем другое это вот самое сакральное переживание литургический экстаз ощущение экстатического слияния с божеством то есть совершенно другой комплекс социально-психологических источников связанных с религиозной жизнью ну и наконец почему россия все время обосабливается она не просто обосабливается чтобы быть другой всегда формируется в ходе очень больших интеллектуальных и в том числе философских таких исканий собирающих в себе культуры ведь россия не просто вбирает в себя вот это множество наций и культур она охватывает континент она исторически это уже многими столетиями доминирует в европе в 20 веке и в целом в мире то есть она уже не может себя мыслить локально и ее обосабливание это вот не просто замкнуться и там как в свое время Албания или там Северная Корея решила существовать само по себе это континентальное такое обособление обособление континента Евразии самосознание России формировалось веками и в христианской ситуации отпадения это была реакция на то отпадение которое происходило у христианских соседних народов как это воспринимала Россия именно отсюда родилась концепция третьего Рима Россия воспринималась как единственная опора веры и правды на земле после отпадения первого Рима западного второго Рима византийского вот осталось христианство только на этой земле третьем Риме и это действительно нить которая руководствовалась нашей элиты до до самых самых последних времен и даже в советское время третий интернационал это все еще тоже воплощение идеи миссионизма апеллирую здесь отсылаю к Николаю Бердяеву в общем и соответственно по Бердяю тоже идея самобытности России это идея цивилизационной миссии а не какого-то отпадения и закрытия и русская идея опять-таки Бердяев это подчеркивает это не националистическая идея быть русским а это интернациональная идея вселенского спасения и собственно вот этот миссионизм России оцениваем его так или иначе содержится в том или другом это и есть источник ее политической амбициозности когда с одной стороны говорят что Россия это просто верхняя вольта с ракетами а с другой стороны во всех спорах она оказывается причастной вот это вот такие вот соображения которые как мне кажется внесли бы в очень интересную богатую и гениальную концепцию социокультурной динамики ахиезера такой вот содержательный внутренний мировоззренческий элемент и они бы помогли объяснить где-то там немножко по-другому интерпретировать вот это историческое движение и импульсы которые объясняют почему Россия расколота почему она движется скачками почему все время заканчивается катастрофами вот и конечно это бы помогло объяснить и сегодня ситуацию в которой мы оказались где очень много пустоты пустозвонства и совершенно там пустых комментариев приходится слышать от тысяч комментариев комментаторов которые включились в объяснение почему так произошло но одного из них я бы выделил на мой взгляд очень разумного который действительно в точку бьет вот Владислав Иноземцев тоже один из замечательных аналитиков социокультурно-экономической динамики России вот когда он живет в Америке сейчас когда он объясняет вот этот вот вопрос с запада почему русские такие неадекватны почему вот это снова пришло вот он там по-своему объясняет что причина инаковости русских в самосознании это там не Путин или что-то надо изгнать это из самосознания изменить субстанциальную самоидентичность русского сознания вот совершенно правильно формулирует вопрос но он находит эту сущность в имперскости вот имперскости это такой элемент который там не вытравили русская душа из себя не вытравила и вот снова попалась на это вот вот с этим бы я уже не согласился до мой взгляд Россия не восстанавливает империю она возвращает русские территории и на деле Россия не строит русский мир сейчас в данной ситуации скорее его разрушает и здесь мы можем увидеть что не мы одни оказались в этой ловушке распад СССР вообще распад любой империи он провоцирует всплеск национализмов и так было скажем при распаде Австро-Венгерской империи турецкой любой другой и при распаде СССР мы были не первыми а посмотрите там Грузия Абхазия и Армения Азербайджан в общем везде это все расколы эти произошли и к сожалению Россия оказалась не исключением и вот то что мы видим на мой взгляд русский украинский национализм это вообще зеркальные отражения друг друга если что-то говорим об одном можем прямо переносить на другого это абсолютно все одинаково только носит разные названия национализмы они разрушают империю но они конечно и разрушают и много всего остального душа и они не разрушаются вот каким-то там договором Беловежской пущи это происходит поколениями что мы с вами и видим а вот то о чем говорит иноземцев субстанциальной сущности лежащая в основе русского сознания на мой взгляд есть такое но это не имперскость это державность державность это гораздо более правильное понятие если хотим вот этот вот самый якорь корень обозначить потому что отождествление себя с государством это действительно для России для русских основная исторически культурная константа потому что государство собирало русские земли русский русский терял время от времени государства обретал его вновь то есть слишком много с этим связано с державой и отношением таким интимным отношением державы российское государство оказывалось сильнее самых сильных держав в эпоху своего расцвета и с наполеоновской Франции и с гитлеровской германии и конечно существует гордость особые тоже чувства то есть конечно русский готов пожертвовать многим ради державы как коллективной личности как его обозначал русский философ Корсавин да тут есть идентичность есть такие вот тоже православные интимные связи ну и вообще держава это важнейшее понятие православного богословия это опять-таки нас отсылает к исходному культурному коду но держава это не империя империя это по сути дела понятие для России только начиная с 18 века то есть совершенно недавно и опять-таки так так на полях кого завоевала Россия на самом деле никого вообще не завоевала даже когда становилась империя единственное завоевательное направление в результате таких войн это кавказско-крымское направление турецкие войны да там речь шла о завоевании остальных случаях и когда касалось дело Польши разделение с Австро-Венгрией другие вот все войны и Сибирь это не были агрессивные завоевательные войны согласитесь со мной а вот идея самоочищения даже идея гражданской войны это гораздо более близкая идея для русского самосознания и вот разборка с Украиной на мой взгляд воспринимается в российском сознании как внутренняя разборка в семье как говорится что там делают чужие такое скорее вызывает недоумение в общем в понятиях западной политологии которую в этом пункте очень близок Россия это расколотое общество которое движется от одной гражданской войны к другой от одного супер скачка через хаос к другому который не может усвоить код современной цивилизации но видит за собой право его корректировать но тем не менее западные политологи иной раз очень адекватные и ценные наблюдения делают в частности я вот уже обращался к концепции Самуэля Контингтона который считает тоже прямо проекцией и объяснительной концепцией нашей ситуации с столкновением цивилизации и вот Контингтон называл Россию тоже качающейся цивилизацией недостаточно самостоятельной которой прикрепляется только одной крупной цивилизации только другой но сейчас Китаю однако куда и зачем ей качаться тоже наш вопрос еще один прогноз очень меткий Валерстайна о смере мира систем и он предсказывал что как раз уже в 20-е годы произойдет такая смена мира системы если до сих пор США было в существующем мира системе как основа как полицейский охранитель порядка то Россия оказалась здесь оппозицией неким бунтарем хулиганом то есть тот кто не стал подчиняться правилам ради идеи многополярного мира и вот так примерно и происходит и оказывается да парадоксальным образом специальные военные операции которые даже статус войны никто не хочет присвоить тем не менее оказалось больше чем война это та штука которая меняет миропорядок она полностью перекраивает мир отменяет глобализацию как хочется нам думать это сходится в одном но это вот то к чему мы пришли и то о чем нам говорят глубокие аналитики но я бы собственно к этому добавить хотел совершенно новый аспект как правило в геополитическом анализе никто не вспоминает про специфику информационного общества цифрового мира а изменили ли реалии цифрового мира вот эту концепцию социокультурной эволюции Ахиезера меняет ли новая информационная среда социокультурной практики которые вот как мы видим существуют там столетия и вообще собственный вопрос к Ахиезеру если казалось что советская империя распалась и мир вступил в новую эпоху опять-таки были концепции конца истории Фукуяма да вроде казалось все нашли ответы на свои вопросы почему тогда все-таки произошла вот эта новая инверсия новый возврат и новая гражданская война почему Россию обвиняет старых грехах ну и наконец если источником раскола была всегда некая социальная незрелость недозрелость почему она воспроизводится вновь и вновь цифровую эпоху вот это не очень понятно потому что старые представления об отсталости личности в том числе в российской культуре сегодня не работает ну я бы сказал мы не орки и почему раньше действительно вот говоря о прошлом как и хиезер Россия аграрная страна большие территории крестьянство да вот можно было бы назвать причиной отсталости там недостаток образованности информации и так далее но сегодня совершенно все по-другому простой человек вот в современном информационном обществе он уже вообще не так-то прост у любого в любом обществе увеличилось свободное время досуга когда он получает образование он самоопределяется он информирует себя из разных источников это совсем другой мир даже если у нас вот средний класс не такой сильный как в американском обществе тот кто не принадлежит к среднему классу он аналогичен ему даже вот доминирование телевидения как главного идеологического канала сегодня исчезло в том числе и в России и вообще медийные каналы теряют монополизм никто не способен более идеологически предопределять личность она сама выбирает свои медийные каналы сама себя формирует далее развитие технологий делает каждого гражданина достаточно продвинутым образованным уровень благосостояния опять же не тот что было там сто лет назад вполне соответствует имущим классам в прошлом никто не голодает каждый принцип себя способен обеспечить в том ключе в котором видит себя потом россиянин выбит из религиозной среды если кто-то объясняет это все привязкой к каким-то религиозным константам на самом деле старый культурный доминант на него не действует то есть те решения то что сегодня происходит это происходит это делает современный человек даже молодой человек и на основе свободного полеизменения собственных представлений то есть да средний класс в России недостаточно вырос и силен промышленная структура не так развита как в западных странах и у нас еще не такое общество услуг постиндустриальное общество как построено цивилизацией золотого миллиарда вот но все-таки причина реверсивного движения сегодня не в отсутствии образованности или традиционализме а в новом смыслотворчестве на уже новой собственной основе и вот ее надо как раз видеть что внесла цифровая эпоха в цивилизационную картину мира ну и здесь собственно мы уже возвращаемся к моей книге которую я анонсировал там даются ответы на эти вопросы потому что цифровая медийная среда имеет собственные источники для цивилизованного самоопределения что первое это развитие личности развитие технологий развитие коммуникативной связанности друг с другом и вот это вот цифровая связанность она создает предпосылки для самостоятельного существования субкультур и национальных платформ в качестве цивилизации вот здесь такое важное дополнение к хантингтону его концепция вместе с цифровизацией усиливается и вот этот вот круг общения цифровой коммуникации он способен порождать эффект самодостаточности это касается там и каких-то сообществ и сектантских там меньшинств и других вот любых сообществ в частности и национальных сообществ они вполне даже если они маленькие они будут чувствовать себя самодостаточными вот этот вот распад смысловых структур это одна из важнейших черт современной цивилизаций на мой взгляд далее цифровая сверхпроводимость делает ценностные расколы более глубокими чем это прежде локальный конфликт становится более глобальным ценностные нюансы становятся смысловыми пропастями пропастями и вот этот аспект тоже я анализирую в своей книге цифрового очищения что ценностные расколы становятся более глубокими и мы по сути дела вот видя в том как создаются сейчас два разных мира и между ними начинает проходить пропасть это вот иллюстрация этого обстоятельства ну а потом цифровая близость ожесточает конфликт вот какое дело новой Зеландии до нашего локального конфликта нас это удивляет но мы живем в цифровом обществе где все очень близко и Новой Зеландии не дальше чем Голландия в этом пространстве коммуникации и то к чему приводят многие из вот этих черт цифровой коммуникации один из новых феноменов есть цифровой национализм здесь есть несколько аспектов цифровая глобализация сделала все связанным друг с другом но она породила и обратный эффект ведь резома или сеть она всегда находит места смычки и вот одни приводят вводят санкции а другие находят способы их обходить и вот кажется что смысловые расколы сопровождаются технологическими обходами и глобализация на самом деле не отменяется а проверяется в таких испытаниях вот сейчас очень много вылезло всяких теоретиков теории заговора антиглобалистов и казалось что вот то что происходит это отменяет цивилизацию но мы видим что глобализация в этом плане гораздо прочнее чем казалось но тем не менее действительно да наступила эпоха отступления глобализации которая правда на деле оказывается эпохой новой взаимоинтеграции на место глобальных смысловых генераторов и технологических платформ придут локальные платформы и решения эффективность глобальных цепочек разделения труда сменит эффективность протекционизма то есть мне кажется очень важный исторический момент был обозначен этими событиями что на самом деле цифровой эпохи уже целое поколение где-то 40 лет и в сегодняшнем моменту произошло усвоение инновационного технологического субстрата цифровой экономики то что раньше было изобретено и вот эту инновационную маржу присвоили те страны которые все придумали Соединенные Штаты прежде всего вот это так сказать после 40 лет усвоилось всей остальной цивилизации и теперь уже все не только США но там и Китай и любая другая цивилизация она способна это воспроизводить собственно цифровой раскол уже не так страшен как вот он был может быть поколение назад соответственно цифровизация получает национальные измерения и пример этом Китай который с самого начала начинал как самостоятельная такая цифровая цивилизация ну и я думаю что будет множиться эта практика об этом мы сейчас еще скажем вот и вот в итоге эпоха доллара доминирование США экспансии НАТО на мой взгляд не отменяется но отменяется цифровой монополизм его же и можно назвать неоколонализмом который сейчас идет речь вот когда существует единая платформа Facebook на весь мир когда существует единый поисковик Google на весь мир вот это и есть цифровой монополизм можно назвать еще там целую дюжину компаний которые вот раньше им обладали вот больше они им не будут обладать вот эти цифровые расколы и обозначают расколы вот этих общецивилизационных цифровых платформ и формирование самостоятельной жизни национальных смысловых платформ вот здесь к сожалению нехороший прогноз в плане наших социальных сетей и так далее но мне кажется тренд идет в эту сторону и что такое цифровой национализм я бы здесь обратился к понятию Мануэля Гусарля о жизненном мире как мире смысловых практик языковых игр он воспринимается как единый жизненный мир это как своего рода такая смысловая глобализация но и здесь происходит то что прогнозировал Хантингтон в отношении социальных политических отношений раскол этих жизненных миров на собственные локальные миры и это собственно продолжение жизни этого мира это эволюция а не радикальные изменения и мир все так же един но он теперь един так мозаично скажем и что же тогда следует за новой инверсией в терминах Ахиезера но если читать нам по его работе то это возвращение к самобытному автохтонному русскому миру возвращение к автократии предельному авторитаризму закрытие общества это конечно контроль государства над СМИ над всей смыслогенерирующей средой это государственный капитализм с доминированием ресурсодобывающих отраслей это милитаризация экономики снижение уровня технологичности общества снижение производительности труда снижение уровня жизни и все это достаточно надолго на поколение ну вот такая такую картину можно прочитать из социокультурной эволюции динамики Ахиезера но на что похож этот мир на дореволюционную Россию начало 20 века мне кажется немножко другая будет реальность и она будет касаться не только России а прежде всего развивающегося мира реалии посткалиниализма а я в общем-то обозначал это понятие в своих вебинарах это доминирование западных цифровых платформ с повышенной маржинальностью с повышенной уровнем сферы услуг с доминированием финансового сектора то есть это все вещи где запад определял откуда он и черпал свою маржу откуда и где и можно искать вот некие черты колониализма если мы будем пользоваться этими терминами и вот с ростом самостоятельности усвоения вот этого объема знаний и отъема вот этой вот инновационной маржи формируется будущее которое я называл постколониализмом и первое понятие здесь глокализация известное понятие подъем локальных смыслогенерирующих цивилизационных и национальных платформ и здесь понятие брикса первое что лежит на на виду то есть нации которые достаточно мощны и могущественны из развивающегося мира чтобы начать присваивать себе вот эту инновационную цифровую маржу и подниматься как самостоятельное начало вторая черта вот этого мира порядка сетевизации изнутри страны цивилизации а не со стороны глобальных сетей и в этом плане кризис компании мета какая у нас экстремистская организация да такая известная экстремистская организация террористическая ну собственно и всех других глобальных цифровых компаний которые начинались как цифровые платформы охватывающихся весь мир мы видим видим кстати что вот мета очень много вот в этом кризисе уже потеряла до 30-40% от стоимости на рынке акций конечно это не случайно но а со стороны этих цивилизаций будут формироваться вот эти платформы на самобытной основе следующая черта она конечно очень существенная это перераспределение ресурсной базы в глобальном масштабе ну и то что там российские ресурсы потекут в азиатский мир это конечно скажется на экономической карте мира подъем стран БРИКС как я сказал Китая Индии но не только подъем Африки как совершенно континента с колоссальным потенциалом ну а в ближайшее время конечно подъем Ближнего Востока вот сейчас маржа связанная с повышением цены энергоносителей Россия там вы знаете продает ту же нефть там за 40 долларов даже Саудовская Аравия в 2-3 раза выше тех же равных условий конечно Ближний Восток ближайшее время там просто скакнет закат Запада да закат России и русского мира конечно да в общем в этой картине все выиграют все проиграют и это называется регионализация у каждого процесса есть плюсы минусы вот мы постарались постарались обозначить и то и другое надо трезво смотреть на вещи какие-то вещи невозможно уступить из-за них все происходит какие бы здесь потери не были но потери надо называть потерями а плюсы надо называть плюсами ну и вот это вот все я считаю ведет действительно другому другим контуром другому цивилизационному ландшафту прежде всего касаться это будет странам Азии и Востока они всегда мыслились как мир медомодернизации своего рода там вторичные отстающие вот сейчас начинается эпоха именно вот этих культур и континентов ну а ближайшая действительность покажет прав я или нет а что нам ждать это вот уже финал который я обещал что я вижу именно для наших систем образования нашего книжного рынка мне кажется что ближайшую эпоху после того как закончатся все конфликты наступит очередная эпоха когда как говорят Россия сосредотачивается и это будет конечно сопровождаться повышением значения собственных смыслогенерирующих институтов технологических платформ медиа образования то есть внутреннего строительства концентрация на внутренних ресурсах на внутренних процессах что это значит для образования ну в первую очередь задача обеспечения внутренних потребностей в том числе в общественных гуманитарных областях где национальная школа особенно слабая это конечно фундаментальная задача переориентирования на диалог и взаимодействия со странами Азии и Востока которая у нас почти не начиналась еще и это компенсирование снижающей научной активности сокращающегося взаимодействия с научными медиа запада это тоже очень болезненный и в нашей среде очень негативный этап настоящее испытание которое нас ждут в ближайшие годы касательно книжного рынка и библиотек я обратил бы внимание на то что в условиях потрясения экономии конечно страдают отрасли которые находятся в трендах падения они падают в разы быстрее и вот книжный рынок это конечно один из субъектов трендов падения и сейчас конечно он будет снижаться в частности частично он лишился притока зарубежной литературы а у нас между прочим 70% бестселлеров это переводные переводная литература дальше продолжающиеся снижение тиражей рост стоимости книги то есть сжимание книжного рынка но и обратное противо тренд это некая потребность в отдушине благодаря которой ожидается рост художественной литературы в целом рост чтения так что здесь тоже есть за и против библиотеки что касается библиотек то мне кажется что будет тоже продолжаться тренд на снижение значимости и переход на иные досуговые формы ну а в каком темпе и объеме покажет какими деньгами государство может их субсидировать в условиях военной операции что будем делать мы касательно электронных библиотечных систем мне кажется мы здесь общую судьбу библиотек разделяем это снижение значимости усиление конкуренции в отношении вузов и их электронных и других ресурсов мне кажется здесь следует политики экономии сокращения диверсификации подписок то есть сжимания рынка ну это реалии которыми мы готовимся и они конечно никаких особых расцветов нам не обещают и тем не менее университетская библиотека онлайн будет концентрироваться исходя из всех тех представлений которым я вам обрисовал на цели самодостаточности закрытия всех направлений и дисциплин чтобы мы были для любого университета идеальной и лучшей платформой второе направление это расширение сегмента научно-популярной и общегуманитарной литературы потому что учебники это хорошо но ими не должно исчерпываться цифровое книжно-электронное пространство учебное университетское вот и здесь мы продолжаем позиционировать себя как вот такая универсальная и научная и общегуманитарная платформа третье фундаментальное направление единства электронного и печатного формата если раньше мы были только электронными то теперь мы столь же печатные как и электронные у нас можно книги покупать и читать бумажным бумага доказала свою стабильность не бессмертность так скажем четвертое фундаментальное направление поиск инновационных платформ и решений способствующие интеграции книжного контента и онлайн образования тоже синтез книги и удаленного онлайн образования здесь у нас много инноваций и наконец инновации сервисы в области искусственного интеллекта здесь также ждите от нас новых интересных продуктов мы над этим работаем вот в целом ну тут видите к сожалению уже там совсем вкратце ну потому что я конечно центр моего сообщения были интересны более тем кто интересуется социологией философией геополитикой ну вот некоторые выводы и для тех кто следит за книжной библиотечной и образовательной отраслями ну будем считать что это вот некое дополнение к моей презентации о книге информационной ландшафты цифровой цивилизации надеюсь я был кому-то полезен в своем обозрении ну и буду рад если эта дискуссия в каком-то формате продлится ну что ж приговор пессимистично но спасибо хорошо вам всем спасибо за внимание хорошего дня и вообще хорошего года несмотря не на все всего доброго до встречи